Привет, я Юлия из Теплосибири. Обычно здесь мы с вязанием по любви, но в этом эпизоде мы отправимся на прогулку по Чехии. Видео о том, как мы добирались до Праги, уже есть на моем канале. Можете зайти посмотреть и подписаться, если вы еще этого не сделали. В Прагу мы летели из Барселоны, и на этом видео я очень сильно злюсь на сотрудников аэропорта Барселоны, потому что у них все сделано для детей, даже есть детская площадка, но они заставили меня снять тряпочный слинг с кольцами, даже когда-то Марта спала, для того, чтобы проверить его. Поэтому мне пришлось вытаскивать сонного ребенка, передавать его мужу и переносить кусок ткани через сканер. Это было, пожалуй, единственное, что меня выбесило. Вообще полет прошел достаточно быстро, мы летели на самолете Ryanair, коляску нам поставили прямо рядом с трапом, поэтому, взяв ее, мы сели в автобус, посадив нашего самого главного пассажира на обзорную площадку. В самом аэропорту мы уже ориентировались, поэтому сразу отправились в кассу для того, чтобы приобрести себе проездные билеты. Мы отправились вот в такое окно, где для пенсионеров, кстати, очень приятные цены. На себя мы также взяли проездной, который установили приложением на телефон. Он действует на все виды транспорта, поэтому, активировав его, мы сразу же сели на автобус и отправились в наш конечный пункт назначения. Доехали достаточно быстро до станции метро, и это было удобнее, чем в такси, потому что Марте постоянно нужно что-то делать. Из того, что меня удивило в поездке на метро, это была группа школьников, рядом с которыми я стояла, можно сказать, прям падала на них, но они делали вид, что меня не замечают, и продолжали сидеть в своих смартфонах, не уступая мне места. Ох уж это молодежь! В общей сложности мы провели в Праге около трех недель и сменили четыре жилья, но обо всем по порядку. Я решила разделить свой рассказ на несколько частей, это еда, места и впечатления, поэтому начну с самого главного, с еды. Одно из самых популярных блюд это гуляш, мясо с подливом, где гарниром является хлеб. Вебревое колено, сосиски, а также жареный сыр. Мы ели это везде, было везде вкусно, иногда, правда, пересолено. И, конечно же, пьё. Это самое яркое, что я заполнила из еды. Кофе мы брали тоже часто, каждый день, и было достаточно вкусно. Из туристических явств мы попробовали тротельники. Не то, чтобы мы мечтали об этом, но когда идёшь по старому городу, чувствуешь, как отовсюду пахнет этим запечённым сладким тестом с корицей, и ты уже не замечаешь, как стоишь в очереди, покупаешь себе такое же. Было вкусно, потому что свежее, но сильно сладко. На видео вы видите пустой Брецель, но некоторые добавляют туда мороженое, взбитые сливки, да ещё и шоколадом поливают. У меня аж скулу сводят от такого сочетания. Прага очень туристический город. Везде мы расплачивались наличными, брали с собой доллары, затем меняли их на местную валюту. Если сравнивать Прагу с Барселоной, то это абсолютно разное настроение. Мне показалось, что в Праге более консервативно, что ли, и очень-очень красиво. Сейчас я буду перечислять места, которые мы посетили, и которые нам понравились больше всего. Все они бесплатные. Обязательно сохраняйте себе на случай вашей поездки в Чехию. Начнём с самой запоминающейся достопримечательности. Это Карлов мост. Мост соединяет два исторических района города, и главным украшением его являются 30 стоящих вдоль него скульптур в стиле барокко, которые сделали между 1683 и 1714 годами. Если быть точнее, увидите копию этих скульптур, ибо же настоящие помещены в Национальный музей ещё в 20 веке. Следующее место – Вальдштейнский сад, в который мы заходим через такой мини-парк с фонтаном Геркулеса. Площадь самого сада 1,7 гектаров, а над его созданием когда-то трудились лучшие архитекторы Италии. Большое впечатление произвела вот такая огромная сталактитовая стена. Её создали ещё в 17 веке. Внутри самого парка царит какая-то умиротворяющая атмосфера красоты, поэтому обязательно рекомендую к посещению. Так, это труба, которая пушекает водой, чтобы освежиться. Я тоже была в восторге, но не уверена, что её можно отнести к достопримечательностям. Вообще, в путешествиях мы очень часто любим исследовать город и часто поддаёмся какому-то наитию. Например, на этом кадре мы забрались в парк по очень крутой горе наверх, и вот такой вид на город был нашей наградой за кардиотренировку. Используя все блага общественного транспорта Праги, мы едем дальше, а именно используем фуникулёр, билетный, который входил в наш проездной, о котором я говорила ранее. И попадаем в сады Петришина. Это такой холм высотой примерно 300 метров, который относится к самым большим зелёным территориям города. Самое древнее сооружённое в Праге. Вообще, если быть точнее, это целый вагон садов, которые вытекают один из другого. Полный балдёжи для любителей погулять. Дворец епископа на фоне. Ой, это очень красивое место, Гавличковой сады. Такой тихий парк в стиле итальянского возрождения с фонтаном, прудом и различными статурами. Дальше идём до базилики святых Петра и Павла в Вышеграде. Там ещё рядом есть очень красивое кладбище. Кстати, вход в саму базилику платный. Мы пытались зайти вовнутрь, но там платный вход. И Алексей спросил, чем OnlyFans отличается от церкви. И там, и там надо платить. Ещё можно пройтись мимо танцующего дома. На это вы потратите не больше пяти минут. Однозначно рекомендован к посещению собор Святого Вита. Настолько красиво, что я сначала сняла себя на его фоне, потом поняла, что у меня лицо кирпичом. Решила записать уже новое видео, где я улыбаюсь, потому что как-то негоже. Прерываясь на рассказ о нашем жилье, я хочу сказать, что мы останавливались через RNBNB. Как вы знаете, карты российских банков, к сожалению, не работают, поэтому нам пришлось прибегнуть к помощи друзей, которые живут за рубежом. В целом всё было ок, но не обошлось без приключений. Например, сейчас вы видите квартиру, которая по отзывам и фотографиям выглядела просто классно. Но, приехав туда, мы поняли, что она невозможна для жизни с младенцем. Там были пауки, было очень грязно в углах и было очень много хрупких интерьерных деталей. Мы написали владельцу, но он сделал вид, что слышит о таком впервые, что всё убирается и всё чисто, но оформил нам возврат за оставшиеся ночи, поэтому мы ускоренно искали другие варианты и на следующее утро уже выехали из этой квартиры. Кстати, эту историю более подробно я рассказывала в Инстаграм. Если вы любите такие жизненные моменты, то подписывайтесь на меня в Инстаграм. У меня там такой же ник, как и здесь. Одна из квартир, в которой мы останавливались, находилась в районе Жишков, где находится такая огромная телебашня. По основанию башни ползут фигуры младенцев из бронзы, которые появились там в рамках проекта «Прага. Европейский город культуры 2000». После окончания проекта власти хотели их убрать, но жители настояли на обратном. Недалеко также есть очень атмосферный фермерский рынок и вот такой костёл Пресвятого Сердца Господня, который выглядит очень нетипично для церкви. Когда смотрела подборки о том, что посмотреть в Праге, почему-то многие рекомендовали магазин имбирных пряников. Я не придала этому особого значения, но однажды мы случайно в нём оказались, и что поделать? Я купила там имбирных пряников, чтобы привезти кому-то как сувениры. Ну, ничего особенного, если будете проходить мимо, зайдите. Медленно, но верно мы приближаемся к завершению нашего путешествия, и сейчас я покажу вам ещё несколько мест, которые очень сильно нас порадовали. Как вы можете понять по количеству людей в очереди, не только нас, а огромную толпу людей. Это Пражский зоопарк. Сейчас я расскажу вам несколько фактов о нём, которые я взяла у них на сайте, который, кстати, сделан на русском, чешском и английском языке, что очень удобно. Вход в зоопарк стоит 330 крон на взрослого человека. У них есть также отдельные тарифы для семей с детьми, с большим количеством детей. В самом зоопарке вы увидите 4,5 тысячи животных, относящихся к 650 видам, а также посетите 12 уникальных павильонов и 150 экспозиций, занимающие общую площадь в 58 гектаров. Чуваки говорят, что они самый посещаемый зоопарк в Чехии, и ежегодно к ним приходит более миллиона посетителей. Видите это число? Это количество людей только за сегодня. Причём время снятия этого ролика было примерно обед. Зоопарк просто потрясающий. Мы там были второй раз. Почему-то, правда, в этот раз не увидели белых медведей, у которых были свои специальные аквариумы, но увидели вот этих пацанов, которые ходят по скалам. Обожаю их. Одно из классных воспоминаний – это когда ты показываешь ребёнку реальное животное, которое когда-то ты дома ему показывал на картинках. Так, это мы идём после собеседования на туристическую визу США, в которой нам отказали. Но я улыбаюсь, потому что надела красивое платье. И немного опечаленно, и мы проходим мимо пражских средневековых курантов. Это ДОКС – Центр современного искусства. А это огромный дирижабль, установленный там, который выполняет функцию конференц-зала. Музей предлагает интерактивные выставки, которые заинтересуют как детей, так и взрослых. Можно насладиться работами современных чешских художников, а также повзаимодействовать с некоторыми экспонатами. Вход стоит примерно 200 крон. Внутри есть классное кафе и книжный магазин с сувенирной лавкой. Последнее место оставила на десерт. А оно на самом деле находится не в самой Праге, а в 40 километрах от нее. Это замок Карлштейн. Добраться до туда очень просто. Приходите на вокзал, садитесь на электричку, предварительно купив билет, и едете до нужной вам остановки. Если мне не изменяет память, билет стоил каких-то смешных денег, что-то по типу 110 крон туда-обратно на двоих людей. Электрички ходят каждые полчаса, и выходя из вокзала, чтобы не заблудиться, можете просто пойти за толпой людей, потому что с вами явно кто-то будет еще. Этот городок, который также называется Карлштейн, будет мил всем любителям готической архитектуры. Там царит поистине умиротворяющая атмосфера. Вот это, например, лица детей, сделанные как тарелки из глины. Добравшись до самого замка, вы будете видеть вот такой вид, который меня, если честно, очень сильно поразил. Я прям стояла, кайфовала, любовалась этим моментом и наслаждалась им. По пути в сам замок вы будете натыкаться на различные кафе и сувенирные лавки с местной продукцией. Еще там есть такая потаенная комната, где показывают кино о самом замке, его истории, и захотелось прямо остаться, когда мы увидели его. По пути на обратную электричку мы притворились местными и сорвали чье-то яблоко. Перекусили жареным сыром и отправились обратно в город. Эта поездка заняла у нас примерно полдня и была таким приятным, плавным прощением с Чехией. Так, здесь я оттираю говно с ботинка. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Я надеюсь, что вам было интересно. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Ну а мы с вами увидимся в следующем эпизоде.